Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Адамяне, всей его семье и их патриотизме. Да, ведь именно так громко они об этом заявляют. Ира сейчас уличает, ребята, всех и во всем оказывается. Теперь даже кухарки, которые жарили котлеты и учили этому всех на ютубе, перешли в политологов. Все сейчас, да, хайпуют, это по логике Иры, на теме войны. Теперь не жарят котлеты, а по 3-4 видоса в день пилят, клепают, для того, чтобы заработать на этом бабла. И вот мне стало интересно, а чем же ее семейка Адамсов отличается от этих блогеров, кого она уличает и обличает. И при этом упрекает в том, что люди переехали на западную Украину, либо за рубеж и там машут флагом. А они все вот здесь остались у себя на родине. И вот опять-таки интересная такая ситуация, что Ира забыла. Буквально три недели назад ее Диана вместе с Лошиком точно так же хотели эмигрировать, точно так же хотели уехать. Но когда они поняли, что не смогут этого сделать, ввиду того, что у Леши призывной возраст и нет никаких причин для его выезда, его могут не пропустить, они решили остаться дома. И когда человек уличает кого-то, хочется сказать, загляни внутрь своей семьи, а потом уже открывай роток на кого-то. И когда она кричит и обвиняет тех блогеров, которые поднимают тему войны, но при этом в упор не видит, что творит ее брат и как он на этом зарабатывает, тоже получаются какие-то двойные стандарты. То есть те блогеры, которые сейчас не снимают рецепты, а говорят о войне, они плохие, они зарабатывают. А ее семья это именно патриоты. Интересно, а ее дочь не хайпует на теме войны? Ведь стоит только посмотреть заголовки к ее роликам и становится все понятно. Тот же самый Самвел, ее братишка не хайпует на тему войны и точно так же зарабатывает. И пилит по два, по три видоса в день. Но опять-таки, ребята, свое не видно. А вот кого-то, да, конечно же, я обосру и засру. Далее, конечно, поставила Ира Самвелу в такой плюс жирный, да, рассказывая нам, какой он патриот, что он не выехал ни на западную Украину, ни за рубеж. Самвел не выехал, потому что не может бросить коки. И опять-таки причин для выезда у Самвела точно так же нет, потому что в стране идет полная мобилизация. И его, да, то, что, вернее, канала его оправдания для армии, я так думаю, в нынешних условиях канать не будет. Потому что очень большой, очень маленький, вернее, список ограничений тех людей, которые реально мужчины могут выехать. И я так думаю, что Самвел под эту категорию не попадает. Поэтому, конечно же, ему теперь очень выгодно рассказывать всем, как он остается дома, героическим образом борется с тем, что происходит в Днепре. Хотя хочется отдельно отметить, да, что, в принципе, почему он еще сидит дома? Потому что в Днепре относительно спокойно. Возможно, да, если бы что-то происходило глобальное, то его уже давным-давно пятки бы блестели, сверкали, и его бы просто уже никто не наблюдал в Днепре и близко. И для меня вот удивительный момент, как она осуждает тех людей, которые выехали. И хочется сказать, да, когда ты укоряешь кого-то, смотрите на себя. Не факт, что вы точно так же не эмигрируете. И повторюсь, если бы ее дочь Диана могла это сделать, как она и планировала, то уже я посмотрела бы, как сейчас Ира открывала свой рот за кого-то. Ну и дальше пошли, ребята, глобальные, опять-таки, выяснения отношений с матерью. Какая она тяжелая, какая она сложная. Говорит Ира, которая легкая, как пушинка, да, человек, который всегда общается, да, в указательном, каком-то назидательном тоне. Ира – это человек, да, истинно в последней инстанции то, что она глаголит. То есть только это так должно быть и, да, не иначе. На самом деле очень тяжелый человек и из всех троих детей максимально похожа по складу характера со своей мамой. То есть обратите внимание даже на результат ее воспитания Дианы. Вот ТВ, да, со слов Иры, очень плохая мать была. Она ими не занималась. Но Ира была очень хорошей матерью, и она занималась своими детьми. И посмотрите, вот этот симбиоз Диана-мама. До сих пор, да, есть доминантка Ира. И есть вот такой, да, подчиняющийся созависимый ребенок Диана. Человек, девочка, которая до сих пор не повзрослела, которая где-то остановилась, да, в переходном возрасте. И вот очень четко прослеживается ее реальная зависимость, созависимость от мамы. Она до сих пор не выросла, до сих пор не стала самостоятельной и взрослой даже в плане личности. То есть ей важно, что скажет мама, как мама посмотрит. И по Диане это очень четко видно, что на шаг не ступит без своей мамы ее согласие и одобрение. И, кстати, Диане очень важно заслужить одобрение Иры, это видно. И вот когда она открывает рот за ТВ, хочется сказать, посмотри на своих детей. Какие у нее отношения с Кариной мы не видим, но я думаю, что вот они не близки. Потому что, ну, мы как бы, во-первых, и не можем проследить Карина не публично, да, она не ведет канал, и мы не видим ее отношения с мамой. Но насколько, в принципе, они не часто соприкасаются, даже по многим роликам это видно, то становится понятно, что как раз-таки Карина не находится в таком симбиозе с матерью, скорее всего, просто воспряла, да, как бы, и стала независимой, что Ире, кстати, очень не нравится. И когда вот она рассуждает о том, какая плохая ТВ мать, хочется сказать, да, Ира, ты идеал матери, и это очень четко видно. Ну и дальше понеслось, да, вот думаю, какая у нее дырка в голове, сидеть тебе уже, да, под 40 лет. Ты уже взрослая, зрелая женщина, мама твоя уже пожилая женщина. И у нее в голове какие-то тараканы. Рассуждение о том, что нужно было меня в роддоме поменять на другую девочку. Ну вот скажите, что с ней, как ни куку в голове. По-моему, это уже абсолютно вообще неадекватно. Ну и дальше, конечно, началось нахваливание, какие они все молодцы. Какие они патриоты и едят свой хлеб. А не Европа их кормит. Но, наверное, Ире не вдомек, что многие люди из-за войны остались без работы. И поэтому вынуждены многие даже выезжать только для того, чтобы трудоустроиться на работу и кормить дальше свои семьи. Но, вы знаете, проще всего осуждать. И она находит такие какие-то, в моем понимании, глупые, неадекватные оправдания тому, почему люди выехали. И я вот на нее смотрю и думаю, это вам пофиг. Вот у тебя взрослые дети. У тебя один маленький внук. А люди, у которых по двое, по трое деток на руках, маленьких, естественно, они предпочитали выезжать. Понимая, что есть возможность это сделать сейчас и не факт, что эта возможность будет потом. Но Ира всех, конечно, причесала под одну гребенку. Ну и далее в игру, ребята, вступила мама. Мама поведала всем, что она счастлива, что Эдик не приехал в Украину. И не видит всего того, что творится здесь и сейчас. Ну вот здесь даже четко прослеживается, что Эдик все-таки у мамы так и остается любимцем. Действительно, пусть он не видит, пусть вообще не напрягается по этому поводу. И, кстати, мне даже комментарии прилетели, чего типа Эдик должен напрягаться за маму, если у него есть своя семья. Ребята, простите, а мама что, не относится к его семье? По-моему, мама – это один из самых близких людей, которые есть в твоей жизни. Для меня как бы было странно прочитать подобного рода комментарии. То есть Эдик заботится о своей семье, но при этом ему получается плевать на маму, потому что мама больше не является его семьей. Мама, по-моему, это вот то святое, то дорогое, что есть и неизвестно, сколько ей осталось. Поэтому не переживать за маму, для меня, например, осталось непонятно в комментариях. Но мама в ответ переживает, что Эдик не видит всего того ужаса, который творится в Украине. Ну и опять-таки у мамы посыпались претензии к Ире, как Ира ее не понимает, не любит. И в прощальное воскресенье чужие люди у нее просили прощения, а родные и дети никто перед ней не извинялся. Дожилась, так сказать. Ну и дальше понеслись уже разборки полетов по поводу темы Марины, темы Нади и, конечно, Юли. Все, оказывается, лезут к Самвелу через маму. Знают его Ахиллесову пиду, слабое место. Именно через это все пытаются к нему долезть. Марина не делает ничего просто так, и она ТВ в открытую об этом заявила. Надя пыталась играть в доску свою, а маме стоило заболеть, тут как тут нарисовалась Юля. Все Самвела используют и ищут какую-то выгоду от него. Но мама не забывает, сколько выгоды они точно так же имеют от людей. Сколько пилили видосов на Марине, сколько пилили видосов на Нади и сколько пилили видосов на Юле. Поэтому рука руку моет, какие сами подобные к себе и притягивают. То, что, скажем так, за что боролись, на то и напоролись. И что самое интересное, мама видит у всех хитровжаренность. Но в своем сынишке Самвеле Адемяне вот эту хитровжаренность она в упор пытается не замечать. Так что, ребята, вот так вот сегодня повеселилась семейка фриков. Ну, а я, как всегда, со всеми пока прощаюсь. Продолжение следует. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!